Значение, конечно, большое, потому что в этом храме, который наши предки, католики, построили в начале прошлого века, мы снова вернулись. И сегодня была первая после долгих лет богослужения. Поэтому значение очень большое. Надо, конечно, поблагодарить местных властей за честность и за то, что они постепенно, регулярно выполняли этот этаповый план для того, чтобы отдать нам этот храм. И в декабре прошлого года мы получили ключи этого храма и потом по теконку вошли. Конечно, зимой было еще достаточно сложно служить. И поэтому договорились услужить сегодня, в середине апреля. Хорошая дата. Кстати, сегодня день рождения Папы на покое, Бенедикта. Поэтому каким-то образом мы связываемся и со всей Вселенской Церковью. Прекрасно. И, наверное, все-таки существуют нужды, которые это здание требует, и община тоже. Конечно, многое очевидно, но хотя бы вкратце сможете рассказать о самых значимых, значительных нуждах, которые сейчас встали перед общиной? Да, как вы говорите, прежде всего, самая необходимая нужда – это именно сама община. Очень важно укрепить и развивать общину здесь. Я думаю, что присутствие храма поможет этому. Уже сегодня мы видели людей, которые как раз говорили, что они католики, что они раньше не знали, или им было неудобно входить в квартиру, где раньше собиралась община. Поэтому первое, что я думаю, на то, что нужно обратить внимание – это именно укрепление и рост общины. Вместе с этим, конечно, необходимо делать необходимые планы для того, чтобы отремонтировать постепенно храм и по мере возможности придать этому храму снова тот великий облик, который имел, когда построили его. Ну, я надеюсь, что с Божьей помощью обязательно это удастся реализовать. И, конечно, с помощью тех прихожан и просто людей неравнодушных к ситуации все обязательно сложится. И тогда такой вопрос напоследок. Слушатели Петербургской радиостанции «Мария», которые сегодня слушали трансляцию Святой Мессы, я думаю, тоже могут чем-то помочь. Вот какие могут дела полезные быть сделаны слушателями радиостанции «Мария» в Петербурге? Да, обязательно. Я думаю, что все католики на самом деле могут по желанию участвовать в возрождении храма. И в этом плане мы знаем, что в Петербурге есть у некоторых католических храмов очень хороший опыт в этом плане. И да, правда, это вполне возможно, что они смогли бы предоставить свою помощь нашим католикам здесь, в Рязани. Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой молодыка. Всего доброго. До свидания.